Валерий Борисович Харламов родился в семье простых рабочих инструментального завода. Необычным было то, что мама будущего спортсмена Кармен Ареви Аббат, которую ласково называли Бегония, была родом из Испании, ее еще ребенком вывезли в СССР в конце 30-х годов. Это была страстная, темпераментная женщина, своей яркостью она сразила на повал мастера Бориса Сергеевича Харламова, с которым работала на одном заводе. После своего знакомства на танцах влюбленная пара уже не расставалась, а через несколько месяцев, 14 января 1948 года, у них родился первенец Валерий. После того, как родителям удалось зарегистрировать отношения, в семье родилась еще дочка Татьяна. Мальчик с детства стал выходить на хоккейный каток, так как его отец был любителем этого вида спорта и часто играл за команду родного завода Комунар. После нескольких поездок семьи в Испанию к родственникам, где маленький Валера приобщился к футболу, он продолжил тренироваться в юношеской хоккейной школе под руководством Вячеслава Тазова, но уже тайно по причине своей болезненности. Мальчику поставили подозрение на ревматизм и запретили заниматься физкультурой. Но отцовский метод занятий спортом дал свои результаты, уже на свое 14-летие Валерий полностью был здоров. Первоначально юноша выступал за сборную спортшколы ЦСКА, свою взрослую карьеру он продолжил в составе команды «Звезда» из уральского городка Чебаркуль. Его напарником в этом коллективе был Александр Гусев, который впоследствии также войдет в высшие эшелоны советских хоккеистов. После ряда побед Харламову дают шанс попробовать себя на большой арене и берут в состав ЦСКА. Партнерами Валерия здесь надолго становятся Борис Михайлов и Владимир Петров. У Харламова был существенный недостаток, по мнению его следующего тренера Анатолия Тарасова, это невысокий для хоккеиста рост 173 сантиметра. Несмотря на это, Валерий своей манерой игры и спортивной интуицией все-таки завоевал симпатию наставника и получил выход на лед в качестве члена сборной СССР. Работа в знаменитой «тройке» Петров Харламов Михайлов большую роль сыграла в биографии каждого из трех спортсменов. Первая их совместная победа произошла в 1968 году во время матча СССР-Канада, после чего знаменитая трио стала грозой ледового корта, где бы спортсмены не появились, они всегда несли победу советской команде и поражение соперникам. Благодаря особому стилю игры каждого из спортсменов, четкому распределению ролей между собой хоккеисты умело проводили шайбы к воротам противника. Результативность самого Харламова также была на высоте. По причине его стараний сборная СССР на чемпионате мира в Швеции выбилась в лидера, а сам спортсмен по личным очкам стал считаться лучшим нападающим Советского Союза. В 1971 году хоккеиста по расчетам тренера Тарасова переводят в другое звено Викулова и Фирсова. Эта рокировка приносит золото на Олимпиаде в Саппоро и первенство в суперсерии всех времен и народов между Советским Союзом и Канадой. На Олимпиаде 1976 года именно Харламову удалось переломить исход матча с чехами, забив решающую шайбу в ворота противника. В этом же году Харламов переживает серьезную автокатастрофу, в которую он попадает на Ленинградском шоссе, сидя за рулем своей машины. Спортсмен долго восстанавливался после тяжелых травм. Во многом ему помогли хирурги военного госпиталя. Медики подняли своего кумира на ноги, и он смог вновь выйти на лед. В первом матче с крыльями Советов партнера Харламова сделали все возможное для того, чтобы он забил гол. Но доиграть до конца игры Валерию так и не удалось, он чувствовал себя еще плохо. В команде ЦСКА в это время происходит замена тренера на нового наставника Виктора Васильевича Тихонова. Благодаря новой тактике тренировок команде удалось возобновить свое победное шествие на мировых чемпионатах 1978 и 1979 годов, после чего постепенно легендарная тройка была расформирована. Накануне 1981 года Харламов объявил всем, что после матча с Динамо, где спортсмен забил свой последний 293 гол, он уйдет в тренерство. Но этому не суждено было случиться. О личной жизни Харламова до его женитьбы известно только то, что все свободное время он посвящал спорту. В 1975 году, на праздновании в одном из ресторанов Москвы, Валерий познакомился со своей будущей женой Ириной Смирновой. Молодые люди, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, сразу полюбили друг друга и начали жить вместе. Через некоторое время у них родился сын Александр, а после регистрации брака в мае 1976 года у пары родилась дочка Беганита. После нескольких лет совместной жизни молодые получили трехкомнатную квартиру рядом со станцией метро Алексеевская. В конце лета 1981 года произошло событие, которое негативно сказалось на психологическом самочувствии хоккеиста. Впервые ЦСКА улетели на Кубок Канады без Харламова, несмотря на отсутствие его официального заявления об уходе на покой. Валерий планировал отыграть свое последнее соревнование за рубежом, но начальство клуба решило по-другому. В напряженном состоянии прошел последний разговор с наставником Тихоновым. Семья Харламова в это время находилась на даче. Ранним утром, 27 августа 1981 года Валерий, его жена Ирина и ее двоюродный брат решили отправиться на собственной Волге домой в Москву. По дороге Ирина пересела за руль автомобиля. Молодая женщина не обладала большим опытом вождения и при возникновении небольшой аварийной ситуации не справилась с управлением. Транспорт вылетел навстречу и столкнулся с грузовиком. Причиной смерти всех пассажиров легкового автомобиля стали множественные травмы, полученные в ходе ДТП, наутро все СМИ мира вещали о произошедшей трагедии. Гражданская панихида прошла во дворце ЦСКА, могилы всех погибших находятся на кладбище в Кунцево. Так как команда ЦСКА не могла приехать на похороны, спортсмены пообещали в память о друге взять канадский кубок. Это удалось осуществить, отыграв финал с хозяевами соревнования с разгромным счетом 8-1. Детей Харламовых забрала под свою опеку мать Ирины, которая еще в то время была полна сил. Коллеги по хоккейному цеху оказали большую поддержку в воспитании Александра и Беганита. Мальчик впоследствии сделал карьеру в хоккее, став детским тренером, а затем ушел в бизнес. А девочка получила звание мастера спорта по художественной гимнастике. Дети Валерия Харламова счастливы в своих семьях. Александр вместе со своей супругой воспитывает сына Валерия, а у Бегонии подрастает две дочки Даша и Аннушка. В память о легенде советского хоккея было создано несколько документальных фильмов и художественных кинолент российского и канадского производства. Особенно запомнились зрителям фильмы «Дополнительное время» 2007 года выпуска и «Легенда номер 17», появившейся в 2013 году. В первой картине сыграли знаменитые актеры Дмитрий Харатьян, Алексей Чадов, Ольга Краско, во второй киноленте в актерский состав вошли Данила Козловский, Светлана Иванова, Олег Меньшиков, Владимир Меньшов.